Так, коллеги, очень громко, раз, раз, раз. Сильное коммерческое предложение переводчика, 10 обязательных рекомендаций. Коллеги, кто вообще делает коммерческое предложение, выставляет, перенимите руки. Именно вот как в виде файла, да? Ну окей, я буду больше говорить о коммерческом предложении в таком общем смысле этого слова. То есть как, ну, либо это письмо переводчика, либо это специально подготовленный файл, ну, либо даже ваше резюме или сайт. То есть как некая концепция. Итак, ваше коммерческое предложение переводчика должно быть, коллеги, удобным, то есть быстрым, вежливым и содержащим в себе элементы эмпатии. Экспертным, то есть релевантным запросу, грамотным и полным. И настойчивым, не путать с навязчивым. И, то есть, настойчивость подразумевает вопросы, настрой на результат клиента и вашу договороспособность. Давайте, коллеги, разберем эти все аспекты чуть подробнее. Да, первым делом мы должны принять вообще решение, хотим ли мы сотрудничать по данному проекту или не хотим. То есть, если нам проект не интересен, надо уметь сказать нет. Ну, чаще, часто в эту ловушку попадаются начинающие фрилансеры, потому что они считают, что если они откажут, то потом с ними не будут сотрудничать. Нормально со звуком все? Что-то какая-то вообще. Тогда не будет звуков трансляции. А кто у нас? Есть у нас звукорежиссер. А, ну так нормально вроде. Соответственно, с одной стороны, вы совершенно свободная единица, да, если вы фрилансер можете принимать решение полностью, исходя из каких-то прагматических соображений. С другой стороны, коллеги, если уж вы вписались, все равно плохо, да, если уж вы вписались в проект, то надо его делать. Раз, раз. Чего? А, хорошо. Окей. То есть, ну, договор дороже денег, да, если мы приняли решение о сотрудничестве, то дальше уже мы, даже если выясняется, что потом вам какие-то моменты невыгодны, можно, конечно, их обсуждать, но проект надо доводить, то есть отказываться, я думаю, не совсем этично. Согласны, коллеги? Дальше. Скорость. Тут важно понимать, что ваша первая реакция на запрос не равна коммерческому предложению. Да, я считаю, что первая реакция должна быть быстрой, и это прямо всегда здорово очень срабатывает, когда вы прямо в течение минуты, там, или пяти минуты ответили, что вы получили запрос, и, там, обозначая эти сроки, в течение которых вы дадите, там, окончательный ответ или дадите коммерческое предложение. Вежливость. Ну, под вежливостью я подразумеваю, в первую очередь, эмоциональную нейтральность, и плюс небольшой легкий позитив. В целом, в вашем настрое при общении с клиентом. Ну, независимо от ставок, да, потому что, если даже вам кажется, что предлагаемые ставки оскорбительны, то что надо сделать? Ничего не надо делать, надо просто поблагодарить за допрос, и, потому что, мне кажется, любые апелляции к этичности вообще выглядят довольно слабо, а уж тем более к этике каких-то экономических моментов, потому что мы все на свободном рынке, и по большому счету каждый может предлагать то, что хочет, да. Поэтому пусть ваша вежливость даже будет, ну, иронично выглядеть иногда, ну, как вариант. Окей, и также к вежливости я отношу общение через канал клиента, то есть если вам позвонили, надо немножко поговорить по телефону. Если вам написали в мессенджер, ответить в мессенджер. То есть, ну, неправильно, там, вам позвонили, присылайте все на почту. Ну, как бы не очень, да, то есть надо какую-то коммуникацию провести вот через изначальный канал, который вам предлагает клиент. Это я называю вежливость. Потом уже, конечно, можно перевести там коммуникацию в другие каналы. Ну, и эмпатия, то есть это сопереживание по-простому, да. В психологии есть такие понятия, как я-позиция, ты-позиция. У всех людей эти моменты развиты по-разному. Но есть люди с более сильно развитой я-позицией, то есть, ну, лидеры, которые продвигают свои какие-то идеи. Есть люди, которые больше умеют сопереживать, вставать на точку зрения собеседника. И сервис, в принципе, коллеги, про что? Про второй момент, да, про умение развивать в себе ты-позицию. То есть, попросту говоря, вам надо представлять себя на месте того, кто вам пишет письмо конкретным менеджерам. Вот что вы, это он. Тогда коммуникация у вас произойдет волшебным образом, гораздо более эффективно и продуктивно. Окей, переходим к моменту релевантности. Ну, вам надо обязательно, конечно, сначала посмотреть оригинал, проанализировать. Посмотреть обязательно, что за клиент к вам обращается. Сегодня этого не делать, просто это уже, наверное, позапрошлый век. Понять, что это тип проекта. Ну, и, наверное, какие-то нюансы касательно качества его выполнения, потому что, я думаю, для индивидуального фрилансера тоже возможны варианты разной проработки проекта. Грамотность. Ну, понятно, языковая грамотность. Сегодня, конечно, в этом плане интернет многое поменял, но в деловой коммуникации все-таки все должно быть грамотно, тем более, если вы переводчик. Далее есть момент технической грамотности. Это что? Например, верстка вашего файла, да? Ваши навыки владения Word-ом очень легко считываются при просмотре вашего резюме или коммерческого предложения, или вес там в килобайтах банально вашего файла, если он из-за фотографий становится очень много мегабайт, это немножко странно. И эстетическая грамотность. Ну, я об этом много довольно рассказываю на блоке создания сайта-переводчика-фрилансера. Дело в том, коллеги, что вообще вся эта история компоновки текста, картинок и разных интерактивных элементов, она довольно новая, да? И у нас есть все шансы освоить этот жанр. То есть, ну, если говорить о коммерческом предложении, то все шрифты, таблицы, все должны выглядеть красиво, приятно, опрятно, эстетично. Визуальные элементы, будь то логотипы или какие-то ваши фотографии, должны как бы быть на своем месте и должны дополнять текстовое содержание. Может быть, усиливать его, может быть, как-то оттенять грамотность. И полнота, полнота информации. Резюме, либо можно его прикреплять прямо, да, к письму, либо давать ссылку там на ваш сайт с резюме. Раз, раз. Какой-то вопрос? Нет? Окей. Что? А, не видно? Хорошо, окей. Портфолио. Вот этим моментом, на мой взгляд, довольно-таки много пренебрегают переводчики, а это неплохая эффективная штука. Один раз делать свои образцы переводов, качественных проработать, выложить на сайт и, допустим, в коммерческом предложении давать на них, ну, ненавязчивую ссылку. Не обязательно их прикреплять, да, к каждому коммерческому предложению. Но, чтобы они как-то присутствовали, я считаю, это нужно современному профессионалу. Ну, рекомендации тоже, если есть. Если говорить о более кратких формулировках, то это может быть, например, по данной тематике, как как раз недавно переводил, или много работал по заданной тематике, ну, некие клише, которые могут вам помочь. Так, теперь переходим к настойчивости, которую не надо пытать с навязчивостью. Первое – наличие вопросов. Вопросы могут быть, например, такие. Даете ли вы обратную связь? Делаете ли вы редактуру дополнительного проекта? Как осуществляется управление проектом? Есть ли глоссарии? Какой софт используете? Какие какие-то инструменты? Сроки оплаты? Ну, коллеги, дело в том, что ваши вопросы не должны транслировать какого-то недоверия. Тот важный момент. Сами по себе они, конечно, важны, и как с точки зрения их содержания для вас, так и с точки зрения, в принципе, их факта, то есть некоторое мета-сообщение вашей заинтересованности в проекте. Но вопросы типа, как я могу быть уверен, что вы меня платите, я думаю, не очень хорошие. Потому что сегодня выяснить состоятельность клиента можно самыми разными способами. Это, наверное, в первую очередь ваша тоже работа. Так, ну и последнее, настрой на результат клиента. То есть выполняя тот или иной проект и делая коммерческое предложение, да, изначальное, важно думать о том, какую цель преследует ваш заказчик. Если вы работаете для бюро, то бюро что делает? Ну, это агентская модель, в том числе зарабатывает деньги. Это нормально. Вам надо понимать, чтобы и вы заработали, и бюро. Но если мы говорим чуть дальше по цепочке, есть еще цель конечного клиента. Зачем он переводит файл? Ее надо тоже иметь в виду, эту цель, подумать о ней. Зачастую это можно понять, просто проанализировав оригинал, ну или задав дополнительные вопросы. Соответственно, плюс к этому у каждого проекта есть какие-то приоритеты. То есть, понятно, что и сроки, и цена, и качество должны быть на хорошем уровне, чтобы нам, в принципе, так сказать, играть в высшей лиге нашей приятной индустрии. Но, тем не менее, у каждого проекта есть какой-то акцент. Либо это срочный проект, либо это проект, ну, не очень дорогой, например, либо это проект, требующий качественной проработки. И все это вы должны иметь в виду, считывать с проекта. Ну, иногда, возможно, и дополнительно спрашивать об этом. И последнее, последний элемент настойчивости. Да, там был девятый, последний сейчас. Ага, договороспособность. Ну, понятно, что в целом рыночная экономика основывается на умении договариваться, и это умение имеет самые разные аспекты, там, от психологических до экономических. Но, тем не менее, в целом, ваше желание договориться, само по себе, оно вам в плюс будет. Ну, например, такие формулировки могут иметь место. Здравствуйте, заинтересовал ваш проект, с удовольствием поучаствую в работе. Это было бы интересно мне в том числе с точки зрения усиления портфолио. Ну, понятно, что все хотят зарабатывать деньги, но какие-то должны быть еще аргументы, помимо этого общего момента зарабатывания. Сотрудничество с вашей переводческой компанией было бы мне интересно с точки зрения усиления своих профессиональных навыков. Такая более humble формулировка. Окей. Или уверен, мы договоримся по условиям сотрудничества. Мне нравится такая формула. То есть вы сразу задаете позитивный настрой всей коммуникации и вашу ориентированность на результат. Что ж, коллеги, давайте резюмируем то, о чем я рассказал. Во-первых, вы принимаете решение, интересен ли вам проект в принципе. Если вы принимаете положительное решение о сотрудничестве, то ваше коммерческое предложение должно быть удобным, то есть быстрым, вежливым и сопереживающим. Должно быть экспертным, то есть релевантным запросу клиента, грамотным во всех смыслах этого слова и полным, исчерпывающим. И настойчивым, то есть содержащим вопросы, содержащим настроенный результат клиента и договороспособным. На этом у меня все, коллеги. Я желаю вам применять эти рекомендации на практике и желаю всем много новых, интересных, выгодных заказов. Спасибо. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Да, пожалуйста. Это микрофончик. У нас трансляция просто, поэтому придется передать микрофон. Я только две вещи хотела сказать по поводу грамотности. Самая хорошая проблема – это автопроверки. И надо всегда пересмотреть то, что вы пишете, потому что мы все это быстро делаем и мы иногда слишком много полагается, что вот эта автопроверка будет нам помогать, но он часто нас не помогает. И второе. Я не совсем согласна тем, что качество надо когда-нибудь, даже если цена невысокая, каким-то образом не применять. Мне кажется, качество всегда должно быть на первом очереди, в первом месте, потому что даже если человек не много платит, это ваша репутация, которая здесь. И вот этот маленький человек может стать очень великом человеком. Так что качество никогда нельзя уменьшить. Спасибо за комментарий. Я с вами согласен. Я просто имел в виду, что в случае какого-то сверхсрочного проекта потом не совсем адекватно будет, наверное, со стороны заказчика предъявлять претензии по качеству. Скорее в таком разрезе. А в том, что настрой должен быть на качество. Да. Да. Окей, спасибо большое. Да. Да, пожалуйста. У меня вопрос, вопрос, комментарий по поводу портфолио. Дело в том, что у многих переводчиков сегодня значительная часть переводов, если не все, оказываются под NDA. И в этом случае составление портфолио оказывается, ну, мягко говоря, проблематично. Спасибо за ваш комментарий. Мы тоже столкнулись с этой проблемой, но она решаемая. Надо просто выбрать какие-то кусочки и согласовать их публикацию с клиентом. Такие всегда можно в итоге выбрать, найти. То есть это решаемое. Эту работу вы как профессионалы должны проделать тоже. И таким образом вы очень здорово отстроитесь от тех, кто вот сдается, так сказать, на этом первом этапе. Это можно сделать все-таки. Так, у нас вопрос с онлайна есть. Вопрос с онлайна. Тут пароль. Так, Ирина Дрантусова. Вопрос. В сканированные страницы диплома можно и нужно выкладывать в соцсети для работодателей. Ну, на сайт, наверное, какую-то лицевую страницу можно выложить. Я думаю, да, если там нет какой-то очень личной информации. Насколько это нужно? Не знаю. На самом деле, если вы работаете там с материальными заверениями, наверное, это будет суперактуально. А если вы работаете как переводчик технических текстов каких-то именно больших проектов, я думаю, будет достаточно просто самого факта того, что у вас такой диплом есть. Ирина, я ответил на ваш вопрос. Если, в общем, пишите тогда дополнительно в чат. Так, ну все. Окей, коллеги, я думаю, время у меня вышло. Всем спасибо большое за внимание. Угу.